Мастера Ивановской области в выставочном зале Координационно-методического центра культуры и творчества представили парад мужских ремесел. Своей работой привезли 26 умельцев со всего региона. Ремесла ни в коем случае не умирают. Сейчас много говорят о том, что мастера уходят и никому ничего не передают. У нас в области работает 12 домов ремесел, которых курирует наш Координационно-методический центр культуры и творчества. И мы знаем, что мастера преподают ремесла молодым ребятам, дети получают сертификаты об обучении и могут учиться дальше. На выставке можно увидеть работы и молодых умельцев. Здесь шедевры резьбы по дереву, кузнечного и гончарного дела, вышивка бисером. Больше всего деревянных работ Ивановская область всегда славилась своими резчиками. Я нахожу, можно сказать, предмет обихода, который находится вокруг меня дома. И считаю, что эти предметы и вещи являются, как говорится, красотой так же, как и сама природа. Верно сказано, что самое, можно сказать, прекрасное, что родила природа, это дерево. Кто-то вырезает из дерева красивые фигуры, кто-то декоративные блюдца и ложки. Еще одно старинное искусство, иначе и не скажешь, плетение из бересты. Алексей Сорокин занимается этим ремеслом уже много лет. Может сплести и браслет, и короб, и совсем маленькие лапти. Самые древние лапти ходили из бересты, у Есенина есть лопаточки берестяные. Вот и все оттуда идет. И так же делаю туеса. Туеса делаю для цепочек простые, туеса делаю, которые можно грибы солить, бураки такие большие, огурцы солить раньше же делали. Выставка продлится пять недель. Параллельно с экспозицией мастера будут здесь же проводить мастер-классы по ремеслам. Посетить их смогут все желающие.